Всем доброе утро! Очередного солнечного, прекрасного дня, весна, вот прям, вот знаете, вот-вот, вот она начнётся скоро. Можно будет снять пуховики, и на самом деле это очень сильно радует. У Витюши день рождения, через несколько дней ему исполнится годик, и сейчас, конечно, идёт подготовка, знаете, в таком режиме нон-стоп. Хочется успеть всё заказать, успеть всё купить, найти, подобрать, забрать. Вот, поэтому я немного исчезла с просторов YouTube, спасибо тем, кто писал, интересовался, как у меня дела, у нас всё хорошо, просто, ну, как бы, знаете, достаточно тяжело всё как-то организовать в последнее время. В Москве эпидемия гриппа, также у нас корь по Москве ходит, так активненько, тоже эпидемия. У Вити нет прививок от этого, от всего, и, конечно, достаточно так вот, серьёзно стоит вопрос, как праздновать. Скорее всего, будем праздновать дома, просто с семьёй, потому что я думаю, что это спокойнее. Для Витюши самое главное, чтобы мы были рядом, в конце концов, вот, а для нас самое главное, чтобы наши дети были в безопасности, чтобы у них был уютный праздник, в котором они были в безопасности, в принципе, вот и всё. Мне пришла огромная коробка, заказ с сайта iHerb, сейчас я вам покажу, что я заказала. Ну, знаете, коробка-то большая, вообще, на самом деле, не так уж и много всего, они положили очень много пакетиков с воздухом, как всегда. Ну, это так у них часто бывает. Если я потеряю голос к концу этого видео, знайте, что, возможно, я заболеваю, но, надеюсь, что нет. Итак, во-первых, я заказывала вот такие вот батончики вкусные, компании Atkins, вообще, такой магазин есть в Америке, многие сидят на их продукции, всегда умеренное количество сахара, или, как правильно сказать-то, ну, в общем, хорошие, полезные батончики, реально вкусные, с настоящим шоколадом, с арахисом, больше похожи, наверное, на протеиновые или какие-то, вот, знаете, батончики для спортивного питания, я не знаю, мне они нравятся, поэтому я их заказала и практически все съела. Ну, у нас на кухне еще они лежат, и вот такой вот тоже. Эти маленькие, эти мне не очень понравились, с черным шоколадом не берите. Они не только маленькие, но они и такие, как вы знаете, вкус? Не знаю, но любители вот эти безумно похожи на сникерс, но по калорийности, конечно, они гораздо круче, в плане, что калорийность меньше. Так, воздух американский, как всегда, гималайская соль, вот такая вот огромная, взяла на пробу. Вообще, я люблю гималайскую соль, ее, именно вот эту вот можно насыпать в мельницу, либо можно так солить суп, либо какие-то блюда. Не очень, наверное, удобно, лучше в мельницу, но, знаете, кто-то вообще ее добавляет просто в ванную, чтобы плавать с ней. Для Дениса я заказала, для моего племянника, вот такие вот пакетики какаос, маршмеллоус. Он их очень любит, так вы меня слышите, слава богу. Он их очень любит, здесь по 6 пакетиков, и они немного изменили упаковку. Ну, само какао, оно такое же, вот такие две взяла, достаточно бюджетные, 120 рублей, что ли, стоят еще у меня там всякие скидки. Дальше взяла я Nestlé какао, не знаю, еще буду с ним готовить, или тоже Денису отдам, потому что он у нас прям реально любит очень какао, и, возможно, ему дам это Nestlé. Тоже приятная цена была, во-первых, ну, а во-вторых, было много хороших отзывов на него. Хотя, знаете, золотой ярлык, да, или золотой наше какао, такой в зеленой упаковке, ничем, наверное, не хуже, я думаю. Так, сироп агавы вот такой, две бутылки взяла по одной простой причине, что одна такая бутылка стоит в два раза дешевле, чем бутылка в два раза меньше в глобусе, короче. Поэтому я взяла две, и поэтому посылка у меня была достаточно, конечно, тяжелая. Также взяла вот такой вот чай с корицей и яблоком, очень вкусный чай, могу советовать. Это в пакетиках чай, да, 20, по-моему, да, без кофеина, 20 штучек тут. Очень-очень крутой аромат. Так, спирулина, потому что все пьют спирулину сейчас, и все кричат, что она необходима нам для нашего здоровья, поэтому я тоже купила, мне же она тоже необходима. Так, приправа вот такая индийская, это тикамасала, очень вкусная штука, с курицей делать. Я еще их не пробовала, именно я имею в виду не блюда, а вот эти пакетики, как пробую, тоже расскажу вам. Возможно, вместе приготовим как-нибудь. Так, это у нас, значит, смотрите, ZIS Slim. Это штука, которая позволяет хорошо спать ночью, и она ускоряет метаболизм. Здесь, сейчас скажу вам, сколько, 30 штук, по 2 капсулы нужно в день принимать. И вроде как здесь написано, что это фитнес и так далее, я с Дженнифер разговаривала по поводу всех этих средств, представленных на iHerb и на прочих сайтах американских. И, в общем-то, я уже знала, что она скажет, что эти все лекарства, они не помогут вам похудеть, и мне они не помогут похудеть. Это просто вещи, которые ускоряют метаболизм. Также можно заказать на iHerb корицу в капсулах, чеснок, имбирь и каенский перец. Вроде как это все у нас не только ускоряет метаболизм, но и убивает различных паразитов. Я об этом не знаю, я говорить и утверждать ничего не буду, но вот это вот мне захотелось попробовать здесь с лимпием. Это перед сном выпиваешь, и вроде как действительно хорошо засыпаешь, потому что у меня сейчас проблемы со сном. Так, это у нас Арника, просто бальзам на основе Арники. Универсальный, все что угодно можно им мазать. Это тоже какой-то трайл у нас был. Так, зеленый чай в очередной раз взяла, вот такой в капсулах. Это тоже у нас детокс штука, я уже покупала в нашей аптеке, я вам показывала недавно. Опять же, не ждите, что вы будете от него худеть, это разные вещи. Опять же, маркетинги, маркетологи, маркетологи, не маркетинги, они не спят, и поэтому они везде пишут сейчас то, что выпейте эту таблеточку и вы похудеете. Это не так абсолютно, так что не обольщайтесь. Зеленый чай просто, в принципе, хорош для организма. И также я взяла вот такую вот кисть от Эльф для у нас чего? Блендинг для макияжа, для основы тональной должна хорошо работать. Мне было интересно просто, на самом деле она такая мягкая или нет. Она реально очень-очень крутая и очень-очень бюджетная. Она хорошо набита. Она правит... А, нет, она вообще не лезет. И очень, конечно, круто она смотрится, выполнена. Она просто называется Ultimate... Так. Нет. В общем, блендинг браш. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ва, смотрите, получилось. Ура, ура. До дня рождения мне нужно успеть переделать маникюр, потому что ламинирование мое уже практически слезло. Такая уставшая, не выспавшаяся. Я не знаю, почему, на самом деле у меня сон очень сильно нарушился последнее время. И мне очень тяжело засыпать. Кстати, если у вас есть советы, я знаю еще на iHerb какую-то штуку, какие-то тоже капсулы советуют. Но я не помню, как они называются. Мужского рода. Как же называется? Латонин? Нет. Что-то такое. В общем, если вы что-то заказывали с iHerb, да и не обязательно. Может, вы и в наших аптеках что-то покупали, что позволят как-то быстрее расслабляться, что ли, и лучше засыпать. Я очень жду ваши комментарии. Первый подарочек у нас для Витюши готов. Я его хочу упаковать. Я не знаю, будем ли мы снимать прямо на сам день рождения, потому что будет семья. И, в общем-то, это вот такой праздник, знаете, семейный. Возможно, я что-то поснимаю, но хочу вам показать. Я говорила в прошлом влоге, что хочу бези-борд из правильных игрушек. Q-Toys. Вот такую бези-борд мы там нашли. Она у нас называется Теремок. Посмотрим, как ему вообще это все дело, конечно, понравится. Вот так вот она выглядит. Все такое красочное. Абсолютно, естественно, ничем не пахнет. Все не фольгировано, а спрятано за такой штучкой защитной, чтобы, наверное, ничего при транспортировке не сломалось. Вот, здесь есть замочки, крючки, шнурочки различные, бусы. То есть, вот все, что он любит. Он у нас, знаете, мальчик такой, он очень любит различные розетки. Ему нужно залезть, ему нужно обязательно в провода залезть. Ему нужно откуда-то что-то вот выковырять, где-то что-то подкрутить или, наоборот, открутить. В общем, мне кажется, вообще, что ему нужно, это прям огромный какой-нибудь такой бези-борд. Но начнем с малого, потому что, реально, но я еще не знаю, как он отреагирует, у классно. Здесь такие ножки деревянные, пахнет прям деревом. Круто, очень приятно. Ну и вот так вот выглядит все это. Делаете, все открывается, закрывается. Тут, боже мой, мне кажется, мне кажется, я не дождусь его дня рождения. Вот что мне кажется, я ему это отдам. Шнурок, даже для Тома. Тоже игрушка полезная и интересная. Тоже тут окошки закрываются, открываются. Боже, как классно. Тут не только крючок, но тут еще и ручка. И можно вот так открыть, и тут живет мышка. Солнышко крутится. Да, еще тут, вау. Ну просто, как оно, вверх. Там лисичка живет. Супер классные вещи. Если вы заказывали или покупали своим деткам бизи-борды, напишите обязательно, где вы их заказывали. Я теперь, наверное, самый настоящий фанат, потому что по Вите я вижу, что ему это все интересно. Он любит работать именно руками. Если Тома у нас любительница танцевать и петь, иногда рисовать, особенно на стенах, на дверях, на мебели, то, Вите, у нас, конечно, мальчик такой, что если его посадить с каким-нибудь огромным клубком, ну, не веревок, скорее всего. В общем, он у нас любит пилоты. Мы их отключаем, естественно, из розеток, и он вот с ними там занимается и играет. Ну, так мы их, конечно, прячем, не переживайте. А вот, в общем-то, вот такой вот подарочек. Мне кажется, ему понравится. Я на это, конечно же, надеюсь сильно. И кому интересно, я сразу ссылку внизу оставлю. Можете посмотреть, можете заказать еще. У нас Денис, мой племянник, он очень любит различные головоломки, различные настольные игры. Он любит у нас... Он мыслитель. То есть Тома у нас танцор-певец, Витюша у нас такой, наверное, такой механик, а Денис у нас вот именно, знаете, там ученым, наверное, будет. Он вот любит сесть, что-то вот, головоломку какую-то разгадывать, в какие-то игры, где именно думать нужно, да, играть. Вот. И я попробую, попробую, не знаю, тоже получится или нет, найти для него там что-нибудь такое интересное. Витюши тут вот еще подарочки, но я их сохраню до дня рождения, будет его наряд. Здесь джинсы, футболка и такая кофточка на молнии, как Олимпика, и из магазина Кенгуру. Конечно, ну ничего не скажешь, качество отпад, просто отпад, да? А ты у нас тут что делаешь? Скажи, я только проснулся, а пойдем погуляем, мама. Да? Он у нас сырочек ест. У него вот такие уже волосы длинные. Смотрите, как они красиво на солнце выглядят. Да? Ты наша Томочка номер два. И у него сзади локоны. Локоны у сладкого мальчика. Да? И зубы с козы. Полный рот зубов. Полный рот зубов. Да? А? Это кто? Ха! Это Витюнька. О! Какие у тебя глаза! Сынок шибательный! Прости. Ну давай. Уже у меня растут зубы. У меня растут зубы. Девчонки. Витя. Ничего себе ты чёхи себе отбил. Да. На. Это что? А? Ну как тебе? А-а-а! Вот так вот с козы. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала, да, Витюнь? Ну как тебе подарок? Он же всё равно, наверное, не знает, что такое день рождения, правильно? Днём раньше, днём меньше. Пары дней раньше. Да? Да. Той такой мужичёк. С гармошкой. Тынь-тынь. Не надо. Не трогай. Тебя нельзя скрытой камерой снимать, да? Сейчас я у тебя её заберу. Пока я не забыла, девочки, я нашла альтернативу нашим звёздочкам, перекусам, снэкам, пальчиковой еде, которую заказываю на iHerb для Витюши в банках, которые сейчас фотку вставлю, чтобы вы поняли, о чём я говорю. Я в инстаграм, прям недавно в сторис, показывала вот этот пукетик от Гербер, звёздочки, малыш может кушать сам, развитие навыков жевания. Видите, у нас жуёт уже сам давно, впрочем, как и Тома, она достаточно рано начала это делать. Здесь написано у нас с одного года, мультизлаковые звёздочки с бананом и клубникой. Они похожи на тот Гербер, который я заказываю с iHerb, единственное, они, как мне показалось, пожёстче. Нашла я их в магазине Перекрёсток, стоили, по-моему, 160 рублей, утверждать не буду, не помню точно, я просто вот увидела и сразу взяла на пробу. Те, которые на iHerb, мне нравятся больше, но, если вы не хотите делать огромный заказ на iHerb, чтобы у вас доставка была бесплатная, да, и так далее, то можно, конечно, взять вот эти и абсолютно не париться. Вот если ещё крекеры у нас делают такие же, будет просто, просто шикарно. Вот, казалось бы, Гербер, в принципе, должно быть одно и то же, но нет, отличается. И ещё, тоже быстро вам хочу показать, весна, кожа у меня цветёт. Как оказалось, цветут не только клумбы весной, да, но не то, что даже цветёт, как там прыщи, но она обезвоженная, она быстро краснеет, она чуть что сразу начинает не то, что зудеть, а дужёт. Вот, в общем, она очень капризная, но слишком капризная, я не знаю уже, что объяснить. Вот всё, что может случиться с кожей лица, то есть с моей кожей, то обязательно с ней случилось за последний месяц. И в магазине косметики мне посоветовали вот такой вот смутер, я бы сказала, что это серум, да, серум, от компании Шизейду, вот так вот выглядит. Так, и буки, серия буки, насколько я понимаю, для проблемной, комбинированной жирной кожи. Это самые лучшие капли красоты, как вас ещё назвать-то. В общем, здесь всего лишь 20 мл, наносить их нужно на обычный свой дневной крем под макияж. Просто мгновенно матирует кожу, выравнивает её цвет, выравнивает поверхность, сужает поры, преображает её. Она действительно выглядит достаточно здоровой, насколько это возможно, ну и, конечно же, в течение дня практически не выделяется Себиум, который я терпеть не могу, я его ненавижу, я пытаюсь всячески с ним бороться. Ищу базу для лица хорошую, но так и не нашла именно тот вариант, который бы вот меня полностью устраивал. Есть, конечно, Benefit Professional, самый беспроигрышный вариант с одной стороны, но с другой стороны, Professional слишком плотный, и он забивает поры. И, конечно же, кожа по-любому не дышит в течение дня, если нанести на лицо, и как бы вечером лучше делать, наверное, какой-то пилинг после его использования. Так что вот, если будет вам интересно, попробуйте, найдите. Я покупала в Литуаль. За последние дни, конечно, много у меня всяких новинок, покупок, находок, хочется всем с вами поделиться, поэтому более такое информативное видео. И вот Витюша у нас взялся за провода. Буду я сейчас кого-то укладывать спать, мне кажется, он однозначно не доспал днём. Он почему-то днём стал спать буквально по полчаса, полчаса сорок минут, всё. И кричит, кричит сразу, забирайте, убирайте из кроватки. Хотя странно, раньше просто клали в кроватку, и он засыпал быстренько. А тут уже такой мужичок, прям, ну куда деваться? Где ты там? Вон какой! Это вам не хухры-мухры скажи? Да, это я! В Галамарт мы с коляской не поедем, думала прогуляемся, но нет. Я вспомнила, что там не проедет коляска, именно в отделе, который мне нужен, где всякие праздничные украшения. Схожу, может быть, вечером, когда мама приедет. Так что, да, к Серёже приехали родственники из Магадана, к его родителям. Они с Томой поехали с ними поздороваться, видеться. Икра, икра приехала из Магадана тоже. Какая же она вкусная! Как же я люблю икру! Вы любите икру? Мне кажется, я могла бы икрой питаться. Интересно, на неё бывает аллергия? Это я что-то уже захожу в какие-то дебри. Дорогие мои, буду я заканчивать этот влог. Всё, показала, что хотела. Дерзайте, ищите, покупайте. Всё, что я вам показала, реально классные вещи. Реально я за них вот прям ручаюсь. Особенно ведь уже ручается, скажи, безиборд. Да. Ты у нас кто? Тракторист? У него, знаете, уже в глазах читается такое слово. Шкода. Шкода маленькая. Космическая. Локоны. Отращиваем локоны, Витюша. Да. Ох ты какой! Вот такой вот он у нас. Юла. В принципе, как и Тома. С Томой сейчас очень весело живётся. И вы знаете, что я хотела у вас спросить? А какие подарки вы бы посоветовали малышу, мальчику на один год? Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вот вам кажется, было бы интересно, полезно. Многие у нас спрашивают родственники, что подарить, друзья тоже спрашивают, что нужно. Я, конечно, больше за те подарки, которые действительно нужны. Но понятное дело, что многие хотят подарить просто игрушки, и тут нужно, наверное, вот так вот как-то с хитринкой, что ли, подходить. В общем, нужны полезные игрушки, правильные, правильные. Я скоро поселюсь, наверное, в магазине правильных игрушек, но да ладно. На самом деле, крутые вещи, и вот я смотрю, магнитофончик вообще вне конкуренции. Каждое утро мы встаем и танцуем вместе с магнитофончиком, который вот с букварик. Поехали, поехали. Витя, поехали, поехали. Макушка золотая у кого? Ты моя золотая макушенция. Очень жду ваши комментарии внизу. Самый лучший комментарий. Не знаю, что. Я отмечу в следующем влоге, как насчет этого. Спасибо, что были со мной. Желаю вам прекрасного настроения, прекрасного дня. И увидимся в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.